Обычная московская вода. За нами? Поездка. Ты грустный, по-моему. Ты что, притомился, что ли? Слушай, да я устал, еще это жара. Мы с пяти утра на ногах, в девяти мы гуляем по Москве. Просто вокзал, центр, я уже... Ну, как бы, если ты не забыл, то мы сюда не отдыхать приехали, а работать. И мы снимаем весь день репортажи, у нас съемка одна с другой. Слушай, ну ты же предлагал на машине поехать, почему мы не поехали? Если ты помнишь, у меня сломался кондиционер. Надо было на моей копейке ехать, но, правда, у меня тормоза сломались. Я думаю, мы бы далеко не уехали. Ну, я, кстати, без тормоза уже езжу. Это опасно. Если ты помнишь, не знаю, может, ты слышал или нет, есть такая тема, каршеринг. Когда там делится машинами или что? Нет, ну, насколько я понял, это что-то типа аренды авто на небольшие сроки. Давай загуглим про эту тему, давай почитаем. Ну, смотри, Дим, я, слушай, я что-то нашел. Называется, по-моему, сервис U-Drive, каршеринг в Москве. Да, это оно. Давай, читай. Да? Итак, это дешевле, чем такси, написано проще, чем на собственном авто. Просто начать ездить на автомобиле, мы любим город. Так, давай, как начать пользоваться? О, да ладно, да это же смарт. О-о, смарт автомобиль, я всегда на нем, кстати, хотел поездить. Мне интересно, каково это. За рулем буду я. Окей. Я посижу на пассажирском, потом отниму тебя руль. Давай скачаем приложение, как они просят, зарегистрируемся, найдем ближайшую машину и будем пользоваться. Отлично, у меня как раз под рукой оказался мой любимый телефон, я сейчас зайду в App Store. Давай. Окей, смотри, первый экран, приветствую, давай вот прочитаем сразу, что к чему. Краткосрочная арена автомобилей через смартфон, это понятно. Как работает? Откройте приложение, у вас есть после открытия 20 минут, чтобы добраться, то есть, видимо, нужно найти машинку за это время. Парковочный тариф 1,5 рубля в минуту. Откройте автомобиль из приложения, продвигайтесь по городу и за его пределами 250 км от МК. Оплата проездки из банковской карты. Смотри, регистрация должна быть стаж до вождения в категории B и не менее двух лет. Слава богу, мы по этой категории проходим. Проходим, надо дальше. Преимущество, ну, это все более-менее понятно. Бензин включен, что интересно, но тут есть какие-то нюансы, явно в них можно углубиться при более детальном изучении, и нас интересует как можно быстрее найти машинку правильно. Ого, так, вот есть карта. Вот, мы, смотри, ну, вот, ну, недалеко есть машинка вот эта вот наша, она находится около Маяковской. Тут идти, ну, минут, может быть, пять. Хорошо, ну что, регистрируемся? Да, давай. Хорошо, мы установили приложение, прошли регистрацию, и теперь осталось найти ближайший автомобиль. Так, Дим, где-то здесь она, я, ну, вот, по крайней мере, по карте показывается. Слушай, Зар, вообще-то вот она. Воу, и правда! В общем, друзья, мы дошли до машинки, у нас до начала аренды 6 минут, я напомню, что 20 минут дается на то, чтобы до машины дойти, и уже поехали на ней. Да, на самом деле, она просто крошка машина, но, я думаю, нам это не помешает. Все наше барахло туда поместится, это точно мне даже показывает, что она больше, чем я себе ее представлял. Что, Дим, давай, наверное, открывать, как там? Давай, я вижу здесь кнопочка, мне интузиция подсказывает, что надо именно ее нажать. Давай, нажимай. Операция выполняется. Опа, что-то щелкнул. Щелчок, так. Итак. Офигеть, ребята! Слушай, Зар, как я увидел, здесь автомат, поэтому давай я тебе уступлю, у тебя опыта с автоматом побольше, явно чем менять. Хорошо. Так, давай, для начала мы загрузим все вещички сюда. Давай. Ну что, Зар, вопреки ожиданиям, здесь достаточно просторно, куча места, и нормально мы здесь поместимся вдвоем. Хочется побыстрее включить кондиционер, честно говоря. И будем, наверное, смотреть по приложению, что нам нужно дальше делать. Окей, как начать движение на Smart? Автомобиль заводится при нажатой педали тормоза, только когда рычаг коробки передач установлен в нейтральное положение N. Запуск осуществляется с кнопки, расположенной возле рычага рычагного тормоза. Окей. Нажимаю педаль тормоза. Нажал. На N ставь. Это R, вот N. Все. Ага, и какая-то кнопочка. Вот, старт, стоп. Все очень просто. Сразу можно понять, что кто-то слушал радио 100.1 МГц, память, радио, память, инфо. Не забывайте всегда пристегиваться. Когда вы ездите в автомобиле, это безопасность не только ваша, но и вообще всех окружающих. Все, мы слышим, как машина работает. Мы, в общем-то, готовы ездить. На самом деле, коробка передач не совсем такая, как многие, наверное, привыкли. То есть там просто поставил, грубо, и ехать, и все. Здесь плюс-минус вверх-вниз. То есть надо повышать передачу, понижать передачу. На приборной доске, в общем-то, ничего нет, кроме скорости, поворотников. Говорит, что у меня ручничок стоит. Это хорошо, кто-то поставил. Бензин у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть на шестом делении. В общем-то, нам хватит доехать куда угодно. И, что немаловажно, чувствуется, что прохлада пошла, поэтому мы не умрем на этой жаре. Что кондиционер работает. Это круто. Ну что, Зар, давай, погнали. Все, поехали. Ты хочешь послушать мое мнение про эту машину? В общем, шпарит машина просто огонь. Честно тебе признаюсь, она реально. То, что нет цепления, это крайне непривычно, поэтому, конечно, приходится как-то это... Ну, короче, я даже не знаю, просто непривычно. Лично, что надо еще кликать вверх-вниз, и непонятно, сбрасывать ли она сама скорость, или мне нужно понижать передачу. Но при этом переходе с передачи на передачу очень плавно, то есть она, видимо, сама принимает, что там нужно разъцепление, и переключиться на повышенное. Отсказывает, когда это надо делать, если ты вдруг сам забыл. И что еще? В целом идет очень плавно. Очень плавно. И бодрость, самый главный бодрость. Вот это меня, конечно, вообще впечатляет. Ну, в общем, ты не чувствуешь себя на дороге ущербно или что-то такое? Вообще нет такого. Ущербности точно нет. Мне даже кажется, что я главнее, чем все эти, потому что я такой маленький. И типа, опустите меня. Но надо признать, что ощущаешь себя в ней странновато, по связи с тем, что я вроде как не маленький человек, да? Тебе бы на тахе гонять. Ну да, было бы неплохо. Как думаешь, может, нам шеврали таху дадут на следующий обзор? В итоге из как-то программистов мы станем обзорщики машины. Обзорщики авто. Между прочим, это неплохое занято. Ну что, Дим, я себя чувствую на самом деле даже немножко отдохнувшим, потому что мы наконец-то не шли пешком, а ехали на машине. И, надо сказать, ехали с комфортом, с кондиционером. Я даже смог с телефоном поговорить во время движения. Да, ну ты себя чувствовал, на мой взгляд, совершенно уверенно, как будто бы все так и должно быть. Я уже сколько раз убеждаюсь, когда куда-то приезжаю в другие города, что, черт побери, аренда машины, это так удобно. Почему я не делал этого раньше? Давай, Дим, расскажем про приложение и про то, как вообще все это работает. В общем, друзья, хвалить, конечно, можно бесконечно. Первые впечатления, они, как всегда, очаровательные. То есть, сначала вещи всегда очаровывают, потом ты не ищешь минусы. Здесь же ряд минусов был сразу. Первое, что я могу сказать, что приложение нужно доделывать. Ребятки, оно удобно, ну, в принципе, можно пользоваться, все вроде есть, но, во-первых, оно и, как бы, ну, что-то, что-то вот хочется, чтобы оно было поприятнее, что ли, по дизайну, по косякам. Мне очень не понравилось, что поначалу, когда еще мои документы не прошли проверку, я нажимал «Забронировать машину», у меня появлялся окошко «Ваши документы еще не проверены», и сразу меня разлогинивало. Меня это ставило в тупик, поэтому мы с Заром долго-долго ждали, и, в общем, письма мне не приходило. Ну, Зар позвонил, разрулил ситуацию, но, тем не менее, до этого момента я где-то пять или шесть раз залогинивался, меня разлогинивало. Это косяк, я надеюсь, что это поправят программисты. Да, также, когда мы забронировали машину, нам показали, где она находится. На самом деле, мне кажется, одним из классных моментов был, если к тебе сразу прокладывали маршрут, тем более, что они используют гугл-карты, а гугл-карты, пешеходные маршруты, есть гугл-карты. Это было бы очень удобно, надо это сделать, ребятки, обязательно. Когда мы подошли к машине, была кнопочка, да, открыть машину. Да, кнопочка на мобильнике открыть машину, все срабатывало очень быстро, там было написано, ждите до минуты, но срабатывало это буквально за пять секунд. Точно так же машинка закрылась, все быстро, пока никаких косяков, таких вот, ну, в самом использовании уже после одобрения документов, мы не увидели. Да, он нам не показал, сколько минут мы ехали, но показал, сколько с нас снял денег. В общем-то, ну, и то, и то приемлемо, я думаю. Нет, по-моему, он не показал, сколько мы проехали километров. А, сколько километров проехали, да. Но это, на самом деле, уже доработки, которые можно было бы дорабатывать и делать, но в целом, я могу сказать, что от того места, где мы были, нам было идти достаточно долго, ну, минут 40-50, на машине бы доехали буквально за 12 минут, да. Короче, я думаю, однозначно мы рекомендуем, ребят, пробуйте, проверяйте. И, кстати, плохих отзывов я не читал, пока что это, можно сказать, наш хороший отзыв, правильно? Да. U-Drive LoftBlock рекомендует.